друзья приветствую значит павел из москвы прислал образцы масла это у нас равенол видно только в ст стерлась 540 свежая и отработка здесь тоже под подтерлась практически не вон в ст только можно разглядеть значит сейчас я покажу вам то у нас вот видите на экране равенол написал описание автомобиля это тягуан 18 года с двухлитровым двигателем 220 лошадиных сил пробег на масле 260 моточасов 11 тысяч почти 500 километров без доливок данные по маслу мотор ну в общем то все понятно да так и данные по маслу в таком виде еще сейчас я создам эталон и проверю отработку через несколько секунд традиционно вы узнаете результаты не переключайтесь так но вот результаты готовы тем кто успел уснуть просыпайтесь и давайте посмотрим значит равенол в ст видите 540 практически 100 процентов 99 целых 98 сотых вот и максимальное совпадение это у нас посмотрите прям несколько позиций мобил очень близко к мобилу но в районе полутора процентов отличия причем самые большие совпадения это мобил 1 fs 540 и 040 видите да вот и пятерка и сороковка максимальное совпадение показывают очень близко масло находится к мобилу далее вот видите новус и после этого равенол но кому интересно можете остановить посмотреть следующая картинка это у нас область спектра которая может показывать состав базы здесь видно по данному графику что у равенола даже немножко больше пау в составе чем у мобила 1 fs полнозольника от мобила топового вот видите чуть выше чуть выше уровень красной линии следующую картинку я покажу вам с областью спектра эстеровой вот по эстерам видно что практически одинаковое минимальное отличие чуть меньше но это от партии к партии может колебаться вот а вот по сукцинемидам это премиальный компонент видно что все-таки мобил превосходит видите левый пик повыше у мобила но тем не менее как по мне так хорошая альтернатива мобилу один учитывая то что у мобила сейчас нет проверочных кодов равенол достаточно надежно обеспечивает гарантию подлинности так ну и данные по свежему вот у нас в ст 540 видим окисление 33,34 понятно что здесь много эстеров за ddp 038 не стоит обращать внимание потому что я заметил там где много эстеров они как бы забивают вот и уровень занижен фенольных антиокислителей вот это удивительно и здесь нули аминные есть но тоже не супер ну так в принципе неплохо 061 вот удивительно что фенольных не присутствует щелочной 939 это гост для отработки гост для свежего наверно показал бы 10,5 примерно 217 кислотные тоже высоковато но это полнозольник здесь много эстеров вязкость 1392 типичная для сороковки но и вот прибор распознал эстеров на уровне 6,25 процента не все эстер распознаются они есть разные на разных значит частотах пике проявляются так и далее образец с отработкой видите тигуан си эйч эйч би мотор 260 часов так и по версии прибора здесь 1,73 процента бензина много бензина окисление 43 да она нарастает нитрование тоже прилично наросло уже пробег в общем-то не маленький 1403 за ддп учитывая то что они занижены были видите здесь их нет скорее всего если бы не было эстеров она показала фенольных как не было так и нет здесь все нормально и даже аминных нету все-таки это turbo видимо досталось тут окисление мотору по щелочному 6,28 остаток щелочного и 352 кислотного да видно что вязкость просела я ее специально перепроверил линейкой по линейке это примерно минус 60 с плюсом процентов ну и видите эстеров даже поменьше стало чем на полпроцента чем свежим так значит давайте посмотрим что по прогнозу получилось 16600 километров по моющим нейтрализующим свойствам и 376 моточасов также по моющим нейтрализующим свойствам по нитрованию 700 часов в принципе нормально вот ну и вязкость подсела я думаю что конечно это масло в в атмосфер ники значительно лучше отработает здесь все-таки turbo достаточно такой мощный и самое важное почти два процента топлива это однозначно повлияло на спектр и я думаю что ну на само масло тоже негативно повлияло в общем то видно что масло крепкая хорошая но тем не менее вот такие жесткие условия да кстати не забывайте поставить лайк или дизлайк подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик чтобы не пропустить уведомления ну в общем то я уже озвучил на мой взгляд масло крепкая неплохая хорошая даже альтернатива тому кто ищет оригинальный mobile 1 вот значит цена тоже кусачья насколько я знаю но постоянно регулярно есть акции на какие-то на продукты равенола поэтому если мониторить и покупать по акциям то очень даже годное масло для вот таких нагруженных моторов здесь turbo и здесь я посмотрел да это по моему прямой впрыск вечная проблема разжижение топливом даже несмотря на такую высокую скорость все равно льет топливо вот такой получился тест благодарю павла за предоставленные образцы за поддержку канала все кто посмотрел данные видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока